Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня готовим вот такие ленивые, очень вкусные пирожки. Пирожки на основе лаваша. Готовится все очень быстро. Начинка вообще очень быстро готовится. Получаются они довольно таки вкусные. Продукты, которые нам потребуются, оставляю на экране, а также внизу в описании под видео. Заходите, посмотрите. Возможно, что-нибудь интересное для себя найдете. Конечно же, подпишитесь на мой канал. На своем канале я не учу готовить, а лишь напоминаю идеи приготовления вкусной домашней еды. Итак, для приготовления наших пирожков нам понадобятся вареные яйца, сыр, лаваш и зеленый лук. Никаких особых, опять же, пропорций не будет. Все берете по своему вкусу. Первое, что мы делаем, это измельчаем яйца. Сыр я уже натерла на терочке и измельчаем зеленый лук. Яйца измельчайте любым удобным для вас способом. Я делаю это при помощи сеточки. Добавляем где-то половину натертого сыра, даже может чуть больше половины. Оставляем для посыпочки. Так, посолить. Ориентируйтесь на вкус сыра. Возможно, солить не понадобится. И перемешиваем. Вот и все, начинка готова. Теперь приступаем к так называемому тесту. Значит, у меня лаваш тридцать три на тридцать три квадратный. Я его разрежу на полосочки. Вот три полосочки у меня получится с одного лаваша. Значит, это будет где-то одиннадцать на тридцать три. Ну, это все, конечно же, приблизительно. Вы можете сделать побольше, поменьше, как уже вам захочется. Далее можно поступить двумя способами. Я буду запекать, поэтому я буду делать треугольники. Можно обжарить, тогда лучше скатывать трубочки. Кладем начинку, где-то по столовой ложке. Складываем треугольничком. Первый наш пирожок готов. Так поступаем со всеми пирожками. Далее каждую заготовочку обмакиваем в молоке и выкладываем на противень, который застелен пергаментом, либо, как у меня, тефлоновым ковриком. Сверху присыпаем остатками сыра и можно посыпать семенами кунжута, кто любит, либо семенами льна. Это уже пожелание. Я слегка присыплю семечками льна. Заготовочку отправляем в духовку температуру 180 градусов до зарумянивания. Что же, вот такие у меня получились пирожочки. Сейчас они хрустящие. Я их только достала из духовки. 15 минут они стояли в моей духовке. Но когда они немного остынут и полежат, они будут мягенькие. То есть это опять же на любителя. Любите хрустящие, пожалуйста, кушайте сразу. Они хороши и в холодном, и в горячем виде. Сейчас разломаю, покажу, какие они внутри. Очень горячо. Ну вот смотрите. Видите? Очень вкусная начинка. Лук и яйцо. Такая более весенняя начинка. Очень вкусно. Попробуйте приготовить это блюдо. Оно хорошо как для перекуса. Вместо бутерброда. В общем, такое достаточно универсальное. Я желаю вам приятного аппетита. На этой вкусной ноте я с вами прощаюсь. Пусть все рецепты будут вам покажены. Заходите ко мне на канал, кто не подписан. Жду вашей подписки.